Эфир телеканала ТВК продолжает программу «Власть в ответе» Искитимский район. Здравствуйте! Тема выпуска «Вчера, сегодня, завтра» и разговор пойдет о профсоюзе работников агропромышленного комплекса Искитимского района. Гость нашей студии, председатель профессионального союза работников АПК Светлана Тюрбеева. Светлана Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с того, что такое профсоюз в настоящее время и существует ли он вообще? Ну, профсоюз, конечно, существует. Он был, есть, надеюсь, и будет. Просто вопрос в другом, что на разных этапах развития нашего государства и также менялся и профсоюз, меняли задачи профсоюза. И если, вот как мы помним, в советское время был упор сделан на раздачу бесплатных путевок, квартир, путевок в лагеря, но все это было на балансе самих предприятий. Предприятия были государственные, и там была такая система. В 90-е годы, как мы знаем, был упор сделан, в принципе, на выживаемость предприятий людей, в частности, вопросы выплаты заработной платы, реализации продукции, какие-то барротные схемы, был сложный период. В нулевые годы у профсоюза и работодателей наблюдалась некая оппозиционность, именно вот там, где, так скажем, хозяева буржуи, где была задержка заработной платы при очевидных доходах, несвоевременность выплаты. И вот именно из этой борьбы вышли некоторые законные акты, которые сейчас используются. Например, мы в настоящее время имеем и своевременную зарплату два раза в месяц, и трудовые договоры, и тому подобное. Ну а в настоящее время профсоюз, он остался также общественной организацией. Единственное, что основной упор, у нас много направлений в нашей работе, но основной упор мы делаем на контроль за соблюдением работодателей норм охраны труда. В чем заключается охрана труда? В принципе, на всех предприятиях есть специалисты по охране труда, которые по штату получают зарплату. Охрана труда со стороны профсоюза, она имеет несколько функций. Ну вот, например, такой случай идет, спецоценка условий труда, и всегда должен присутствовать специалист по охране труда. Если имеется профсоюз в организации, то от него уже идет несколько человек, так называемые, уполномоченные по охране труда. И они непосредственно принимают участие в оценке рабочего места. Они являются работниками, они знают все условия этого рабочего места и могут отстоять те нормы труда, которые, допустим, проверяющая вот эта оценочная комиссия, может их убрать. И вот здесь есть преимущество, когда есть профсоюз. Это один момент. Второй момент, например, в социальной сфере. Ну, не у каждого руководителя есть помощник, заместитель, который занимается социальной сферой. А это достаточно такой существенный пласт и, я бы даже сказала, регулирующий момент в производительности. Это очень деликатный момент. Когда существует напряженность социальная в коллективе, то мало толку будет и от производительности, и от коллектива в целом. И именно вот здесь вступает, опять же, профсоюз. Здесь своевременно надо отследить, кого когда нужно наградить, где-то помочь в трудной ситуации, организовать досуг коллектива. Ну и сам председатель профсоюза, он является, с одной стороны, транслятором для коллектива каких-то идей и решений, которые принимает руководитель. В то же время он является транслятором каких-то замечаний, предложений, довольств со стороны коллектива. То есть, чтобы не 50 человек в приеме натолпились и каждый со своей проблемой. Есть председатель, который может как-то обобщить проблему, вопрос и прийти с руководителем адекватно обсудить это. То есть, все согласовывается с руководителем? Обязательно. Что сегодня собой представляет профсоюз работников АПК районного? Насколько это весомая организация и чувствуют ли люди работу? Если говорить о профсоюзе именно района, у нас в райкоме сейчас 10 организаций первичных. Это, как правило, предприятия агропромышленного комплекса, либо организации, которые непосредственно связаны с сельским хозяйством и селом в частности. По численности членов профсоюза около тысячи. Насколько весомо, невесомо, если говорить в целом о стране, то профсоюз не является законодателями, законотворчеством они занимаются. Мы можем только реагировать на те или иные законы путем писем, петиций, митингов, пикетов и тому подобное. Если говорить в частном порядке о профсоюзе в конкретной организации, то здесь уже все индивидуально. Вес в любом случае присутствует в профсоюзе, потому что, как я уже сказала, председатель профсоюза всегда является тем промежуточным звеном между руководителем и коллективом. В коллективном договоре, например, отражаются те социальные моменты, которые, допустим, коллектив хотел бы увидеть в реализации своей деятельности. Это некие стимулы для их более плодотворной работы, для производительности, с одной стороны. Ну и опять же, и работодатель в коллективном договоре может, так скажем, отразить требования по выполнению той или иной работы, ну и, соответственно, прописать бонусы. Я хотела подчеркнуть, что коллективный договор – это документ, не придумка профсоюза, что мы требуем, чтобы он был. Это прописано в Трудовом кодексе Российской Федерации, и коллективный договор должен быть в каждой организации, по идее. Но там, где есть профсоюз, коллективный договор более социально направленный, так скажем. И это очень замечательный документ для руководителя – это кнот и пряник, а для работников – это стимул и гарантии, социальные гарантии. То есть туда, в принципе, я так понимаю, как составляется коллективный договор? Люди же могут вносить предложение? Конечно, конечно, так и есть. Трудовым кодексом, в принципе, есть шаблон этого коллективного договора, так скажем, болванка, который можно заполнить вот именно по шаблону, и все. Но когда адекватный руководитель с одной стороны и есть профсоюз, который вносит какие-то предложения с другой стороны, этот коллективный договор может стать таким замечательным документом, ради которого только можно уже идти и работать. Потому что в нем, помимо всех законодательных актов, которые у нас прописаны в Трудовом кодексе, отражаются те моменты, которые характерны для конкретной отрасли, даже для конкретного предприятия, исходя именно из сегодняшних потребностей и возможностей. Потому что всегда работникам многого чего хочется, мы хотим, чтобы и то оплатили, и это оплатили. Но, конечно, надо адекватно на все смотреть и понимать, что если предприятие может себе позволить с экономической точки зрения те или иные моменты, то наши руководители в нашем районе, они все всегда идут навстречу. — Чаще всего с какими вопросами обращаются работники агропромышленного комплекса? — На самом деле обращений не так много, опять же все в частном порядке. Есть обращения, когда люди уже выходят на пенсию и какой-то промежуток времени у них был связан именно с профсоюзом, там для архива надо, то есть для пенсионного фонда из архива поднять какие-то документы. Вот с такими вопросами обращаются. Затем были обращения, когда шло объединение в организации, то там по согласованию с руководителем обращались в Федерацию профсоюзов Новосибирской области к нашим юристам за консультацией, дабы, так скажем, подстраховаться с юридической помощью, хотя у них есть свои юристы в предприятии. Ну вот обращались, как правильно все это оформить на случай, если будут какие-то проверки, чтобы никаких нарушений не было, не были ущемлены права работников. То есть вот в таком вот плане. Бывают такие моменты, когда я присутствовала на собрании работников, и были вот конкретно такие частные производственные моменты, когда один работник возмущался, что по его усмотрению организация, которая была нанята их предприятием для исполнения некоторых услуг, выполнила эти услуги некачественно. Мужчина вот от чистого сердца возмущался, что это некачественно, деньги на ветер. И все это привело к последствиям определенным. Мы это с председателем первичной организации, все это донесли до руководителя, своевременно отреагировали, исключили вот этот момент нежелательный, доказали тех, кто был виноват в этом. То есть вот бывают такие моменты. Три года, да, вы работаете уже? Да. Ну, может быть, какие-то самые ярчайшие примеры, когда действительно профсоюз мог защитить законные интересы аграриев, которые вот вам запомнились, которые, может быть, очень трудно давались вам? Ну, если, допустим, именно вот о моей работе, райком и обком брать, ну, это, наверное, вот тема пенсионной реформы, когда вот на самом деле, может быть, для кого-то это кажется ерундой или незаметной работой, но мы все это близко через себя пропустили. Мы запустили, мы собирали очень много подписей, это на самом деле были ведомости, подписи по всем организациям. Мы это отвозили в Новосибирск, Новосибирск дальше целом в Москву. Мы проводили несколько митингов в Новосибирске, мы проводили пикеты в Новосибирске. Была организована встреча с законодательным собранием, с председателем ЗАГС, с губернатором. Там все вот эти вопросы мы обсуждали, но там была не только наша отрасль, там абсолютно были все отрасли представлены. И, конечно, мы выступали, каждый от своей отрасли и объясняли. Естественно, я защищала сельское хозяйство, что, в принципе, и так нелегко, как самим работникам на селе работать. В принципе, и работодателям-то тоже сейчас не сладко приходится, потому что, как правило, они наемные, а претензии от работников в любом случае поступают. Но, как мы видим, результат всех этих митингов. Кто-то может сказать, что толку не дал, кто-то может сказать, что, ну, хоть на два года, ну, снизили. То есть, каждый воспринимает по-своему. Это вот один момент. Ну, если брать выше, то вот в этом году по указу президента были назначены выплаты жителям сельской местности, которые 30 лет отработали на селе, вышли на пенсию, им надбавка полагается. Опять же, это вроде бы указ президента, но, тем не менее, это была проделана большая работа, причем она несколько лет велась, эта работа, чтобы вот эти выплаты были. Ну, там же надо, по-моему, доказать, что у тебя есть вот эти 30 лет стажа непосредственно в сельской местности, непосредственно с сельским хозяйством связано. То есть, это не касается учителей-медиков. Да, да. А вот в помощи, наверное, подтверждение к вам, наверное, тоже же обращаются люди? Конечно. То есть, это тоже такая... Да, да. Мы работаем, плотно взаимодействуем с архивом из Китимского района, взаимодействуем с Натальей Николаевной. Когда вот бывают запросы, мы, конечно, к ней обращаемся, с ней связываемся. Каковы основные задачи в работе организации на текущий год? Ну, в принципе, задачи, они из года в год не меняются. Это, как я сказала, основная задача охраны труда во всех ее смыслах, контроль о своевременности проведения тех же медосмотров. Потому что, если вдруг что-то случается на предприятии, и уже начинаются проверки со всевозможными комиссиями государственными, налагаются штрафы просто очень высокие, как на самого руководителя, так и на ответственных лиц, и из бюджета предприятия приличные суммы уходят. Так вот, задача, например, профсоюза именно помогать, отслеживать своевременность прохождения этих медицинских осмотров. Затем, всегда в постоянной работе у нас досуг и оздоровление. То есть такая тоже актуальная тема в виде путевок. Путевки мы стараемся выделять, и я могу за себя точно сказать, по-честному, пропорционально, сколько есть членов профсоюза в каждой первичке. Мы эти путевки распределяем. Проблема в другом. Бывает, что отказываются. Потому что люди, которые живут на селе, это либо посевная от зари до зари, либо уборочная от зари до зари. Некогда ехать. Даже когда бывают какие-то перерывы, передыхи. У всех есть свое хозяйство. И опять же, нет возможности уехать, на кого это все оставить. И мы пошли обратным путем. То есть поняв все это, что люди уехать надолго не могут, но тем не менее, как мы понимаем, отдыхать нужно. Даже вот просто смена обстановки на день-два – это уже отдых. Правильно? И мы пошли таким образом. С несколькими санаториями близлежащими мы связывались, общались. И вот с одним санаторием мы договорились. И отправляли людей по путевке выходного дня. Ну, выходного условно. Это можно было и среди недели сделать. То есть вот день-два вполне достаточно, чтобы немножечко, как говорится, отоспаться. Не задумываться о приготовлении пищи, допустим, для женщины. Ну и в то же время на день-другой в хозяйстве могут и дети приехать помочь, или добрые соседи. Ну и вот эта вот система, в принципе, возымела эффект. И людям понравилось, люди были довольны. И я хочу отдельно выразить благодарность, что оплачивали эти путевки руководители предприятий. Это шло не из бюджета профсоюза, а именно сами руководители из своего бюджета оплачивали. И это очень отрадно, что наши руководители идут навстречу. Это очень здорово. Ну и поэтому стараемся в этом году по итогам уборочной опять же выбрать людей и отправить. А сколько в прошлом году удалось отправить? В разных организациях были либо семейные пары, либо просто пары, подружки, сотрудницы, либо друзья, трактористы, механизаторы ездили. Порядка 24 человек съездили. Это было вручено по итогам уборочной. Ну и старались еще, конечно, упор сделать именно на династии. Вот в некоторых хозяйствах просто сотрудники ездили, а в некоторых хозяйствах были отправлены семьи. Потому что это тоже вот такая интересная история, когда люди после школы, допустим, сразу же идут в хозяйство, работают, всю жизнь работают, все вместе, все вместе. И, ну, я думаю, можно наградить людей. Они заслужили, чтобы так же вместе не только работать, но и съездить отдохнуть. Слава Владимировна, спасибо, что вы делили время и пришли к нам в студию. В эфире телеканала ТВК была программа «Власть в ответе» из Китимский район, в рамках которой мы говорили о профсоюзе работников агропромышленного комплекса с его председателем Светланой Тюрбеевой. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok